I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Ладушки Привет, привет У нас с вами Wild West, так ведь? Да Wild West Redemption Пойдем Можно теперь вырубить фотомод Врубить хат И поехали Итак, чем мы сегодня займемся, кроме того, что будем сидеть в баре? Мы можем поохотить самоседию Тупых существ Чем занимается ковбоя-индеец, сидя в баре? Ни-ха! Ой, это было перекати поле, прикольно Мы с вами уже как-то записывали эту игрушку Она очень классная Очень, ну скажем так Тут много правдоподобных вещей Я так понимаю, что ребята пытались сделать свой Red Dead Redemption И в какой-то мере Да, они еще, наверное, будут ругаться Но в какой-то мере у них получилось лучше, чем Red Dead Redemption Поэтому Сюда я захожу чаще, чем туда Если что, у нас посмотряшка на Red Dead была И дальше посмотряшке это все не зашло Вот Но сейчас не об этом Мы сейчас в Wild West И сюда мы заходим второй раз О, убийцы Вот Во, 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 во Что, в него можно стрелять? А Так, там был еще кто-то Ясно, понятно Ты супер-мертвый Ой, как я рад, что я супер мёртвый. Ладно, я опять в... Где-то, ну-ка. Вот, я вижу тебя. Идём. Да чё тут так много убийц? Раньше не было никаких убийц. Все были мирными, и даже любыми, и хорошими. А чё тебя-то пытаются убить? Проблема просто. Тут вообще... Чё тебя-то пытаются убить? Ребята вообще, конечно, да. Ну я просто хотел своих бандитов, а случайно вловил... Пулю. Нормального человека и пулю. Так, я кого-то правильного убил. Хорошо, а тот чувак убежал. Да. Тот чувак убежал, хорошо. Убираем револьвер. Давай, спавнись. Да чё, меня все хотят убить? Ну почему, за что? Чё ты людям сделал? Зачем ты их... Хе-хе-хе, убежаешь? Да, короче. Попытаемся сделать как можно выстрелившись и убежать с этого тупого, уродского места. Чё я перецепился? Обо что я перецепился? Встань. Тебя просто лошадь толкнула. С этой силой, и ты ошел. Лошадь-телепат толкает на расстоянии пол улицы? Да. Хе-хе-хе-хе. Так, иди к бару. О, кстати, насчет багов. Смотри, какой красавец. Глянь. Какой красивый. Хитмонис 124. Ну что? Зачем? Что вы делаете? Не знаю. Ладно. Пошли. Какое пудло. Хорошо, пойдем. Куда? Садись, лошадь. Так, это наш олень. Опа. Ну, вот так. Не семья олень. Свою страну оленью. Какая классная лошадь у нас. Это Рудольф. Немецкий скакун Рудольф. Так, мы можем пограбить поясы, посидеть в пустыне, поубивать медведей. Съесть бабушкины заготовки. Ладно. Ну, убийца. Давай поймаем его. И съедим. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, все. С путя. Слушай, у меня что-то такое ощущение, я буду туда лучше. Почему у меня нет лосо? Надо купить, значит, да? Да, надо купить, значит, да. Что ты делаешь? Пытаюсь оленья убить. Зачем? Не знаю. Почему олень ржет, как лошадь? Ему так смешно, ладно. А там логово скелетов. Не подходи к ним, а то сожрут. А убить их нельзя? Можно, конечно, они же скелеты, ты че? Ну, они же мертвые. Как их убить, если они уже мертвые? Тебе нужна собака? Логичнее некуда просто. О-о-о, надо поймать. Общество акционерное ответственно... В этого? Да, стреляй. Ты можешь стрелять со второго места. Кимворк. А я в тебя не попаду? Пойдешь. Я попал на 70. О, убили. Френдли фаер. Это я в тебя попал. Да. Еще можно поохотиться на буйволов. Хочешь? У меня нет лосо. А тебе не нужно лосо для буйволов? Че, стрелять в них? Подожди. Нет, не надо. Это опасно. Я знаю, это же буйволы. У меня просто пушка мощная очень. Ну я чуваку 70 нафигарил пушкой, поэтому мне тоже вроде. Это ты про сволу попал. На ходу? С лошади? Хэдшот? Да. Несмешимые подковы. Не вставай, не вставай, это опасно. А, погоди. Провернул с нами, мелкий. Мясо? А, мясо у меня в этом в бэе, я вижу. Ну-ка, давай его пожарю, почему бы и нет. Ну, вставай, жарь. Лошадь ушла в закат. Как это у тебя нету мяса? А что у меня тогда есть? Ну, вот у тебя кукиц, анимумит. А, это она за один раз пожарилась двое, все, я понял. Я думал, что по очереди надо будет каждую пожарить. Давай убьем его. Что ты такой караважадный стал? Когда? О, бизоны, давай убьем. О, медведь, давай убьем. Мне нужно винчестер. Последнее время... Сколько стоит винчестер? Это снайперская винтовка. Блин, боксики. Да, привет. Ну, блин, зачем они это делают? Мы просто жарили мясо, наслаждались жизнью. А, ну, везде есть такие люди, которым мешает чужое веселье. Так, давай призовем лошадь, на которую я нацепил череп Нигида. Опа, поехали. Такой лошадью таранить можно, если что. В общем-то, давай я тебя себе покажу. Погоди, пока ты меня везешь, я включу просто синематографик мод. Вот так будет красиво. У вас рога одинаковые? Ну, да. Я-то думаю, что-то на олене едет. В общем-то, там форт бандитов. Туда они заходят, а то тебя убьют, там, смотря какой бандит, смотря что. Вон нас уже хотят пристрелить, идем. А это кактус. И че? Ну, его можно срубить, если у тебя есть хороший топор. А зачем? Ты можешь продать его, съесть. Съесть? Да, съесть. Я что, мышь? Ну, не плачь, главное. В этой игре, возможно, почти все, ничего. А там, не ма. Почти все, ничего. Вот это вот очень большая тюрьма, где бандиты фармят клубы. Есть два вида тюрьмы. Одна для маленьких бандитов, у которых награда в 27 долларов. И для больших бандитов, у которых награда выше 200 долларов. А это медведь. Алкоголик. А это синица, которая ворует пшеницу. Блин, хорошо, что здесь нет машин. Это дом Шрека. Здесь, короче, такая отсылочка, да. Блин, ребят, я не знаю, как еще дом Шрека. Кто помнит, Деспирадус мы проходили. Это очень похоже на дом Дока на болоте. Там раньше был туалет Шрека. А? Кто-то мог туда войти? Ну, да. Там олень. Краткие экскурсии по живописным местам Дикого Запада. Любитель кетчупа выступает в роли нашего проводника. Да. Здесь иногда приезжают... Подъемный мост. А он подымается? Да. Конечно подымается. Это еще, это же масло. Так, я так понимаю, что поезды, корабли, это все НПС, это нельзя управлять. Кораблям можно. Давай тебя сейчас как раз... Знаешь, такой скачешь на лошади. Тебе нужно было просто следовать за поездом, СиДжей. Просто следовать за чертовым поездом. Вот это скелетище. Фига себе. Там просто обычная скелетка в тулупу. Вот это, блин, скелетище. Всего лишь-то. Вон как раз и голова. Нет, голова, это вон... Это ж челюсть. Это ж была... Что, голова с той стороны? Да ты узнаешь, что это такое? Ну, вот там вон зубы, это кажется, как нижняя челюсть. Мне кажется, вон голова. Тут какой-то храм сарацинов. А это в библиотеках, где можно было принести свою лошадь в жертву и получить скелетную. В библиотеках не приносят лошади в жертву. На алтарях приносят. Ну, там в библиотеке секретная дверка с алтарем. И теперь давай я отведу тебя. Блин, тут офигенно красиво, мне нравится. Тут просто... В Мексику. Давай в Мексику. В Мексику обычно бегут те, кто не хотят попасть в тюрьму с шахтами. Там пальмы. Самые обыкновенные. Представь, какой высоты необыкновенные. Это Пуэрто-Рико. Давай в Мексику. О, это Пуэрто-Рико. Серьезно? Да. Ну, это выглядит как Мексика. Хорошо. Согласен. Давай я тебе покажу секретную дверку кое-куда. Давай, давай. В общем-то, заходим вот сюда вот. Ой, тут лисий и барсучьи шкуры. Прикольно. Там большой Тони. Не ходи к нему. Он тебя убьет. У него огромный дробовик. Не лезь к нему. Вот, видишь, там большой Тони. Я мог бы тебе открыть дверь, но если я открою, ты туда зайдешь. Я не пойду, не открываю, все. Показывай секретную дверь. Это и есть секретный путь. Это не секретный путь. Секретный путь, когда проходишь по секрету, а тут у тебя есть мини-босс, который... А там холодец. Там, типа, что-то есть, но туда не пройти. Круто. Как звать? Свистом? Сядь-то, ну, это лошадь. Да, две пары рогов, конечно, смотрятся эпично. Очень. Эпично. Обычное озеро. Обычное. Там как раз лошадь плывет. Утонула. Ой, ну, нет, она не утонула. А, нет, вон, всплыла. Утонула. Ее рыбу съела. Просто есть некоторые очень кровожадные рыбы, которые любят кушать. Я бы, знаешь, вот эту поговорку, я бы сейчас лошадь съел бы, да? Это придумали рыбы. Да, блин, где этот долбанный корабль? Вот, вот. Короче, надо быстро сейчас прийти к кораблю и показать тебе его, потому что корабль-то круто выглядит. Космический? Не, водный. Ну, ладно. Обыкновенный. Ну, я сейчас думал, мне что это напоминает? Мне лошади, вот эти напоминают лошади из лего. Вот кого они мне напоминают. То есть, ну, Роблокс, в принципе, состоит из таких лего-фигурок в большей части. Именно человечки и всякие вот персонажи. И лошади тоже выглядят как лошади из лего. Вот что? Не знаю, прям что-то подумала сейчас. Если ты слышишь выстрелу, то не беспокойся. Это обычные бандиты дуэлицы. Ой, слушай, это же плантации. Там должны работать люди с темной кожей. Это призрачный поезд. Ёлки. Да, он призрачный. И поезд. Одновременно. А это корабль. Или одновременно. О, это... Блин, я забыл, как назывался этот корабль. Кто читал Тома Сойера? Там по реке Миссисипи плавал вот такой колесный корабль. Давай запрыгнем на этот корабль. Звучит как начало всех хороших планов. Ла Гранде. Ла Гранде. Тут бар. Тут можно подметать? Да, конечно. Это же корабль. Вот, можно посмотреть. Есть пианино, где можно поиграть. А как не подметать? А, все. Ну, просто убери метло. Вот это вот пианино звучит странное. Оно из дыма. Калиопа? Да. Тут! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Надо же помучить немножко людей. Так. Позвонить можно? Вот, тут можно управлять этим корабликом. Ты наверху? Да, на самом верху. Тут кабинка. Вот, можно его остановить. Можно сделать так, чтобы он ехал. Можно погудеть. Да. А второго такого корабля нету. То есть, по идее, если мы его сейчас остановим... То он будет стоять здесь. Ну, пусть он лучше будет ехать. Тут еще музычка прикольная. Ну, тут все паровое, да. Крутая музычка. Посмотри в фоторежиме вот этот значок корабля и значок корабля сверху. Они одинаковые. Ага, я только сейчас это заметил. Присаживайся. Слушай, вот так вот, сидя на корабле, слушая музыку, наслаждаясь атмосферой, можно себя ощутить каким-нибудь среднестатистическим богатым человеком того времени. Жизнь хороша. Этот корабль еще можно ограбить. Можно разведе окна. Почему у меня голова каждый раз в другую сторону? Вандал. Зачем таким заниматься? Я не знаю. Вот, если мы подойдем вниз. О, тут паровое отделение. Вот, где можно как раз ограбить банк. Что на корабле грабить? Деньги. Ну-ка, сейф. Кто-то уже берет? Вижу сейф. В общем-то, если туда кинуть кучку динамита, дверь взорвется, и ты сможешь это ограбить. Мы спрыгнем с него, он же как-то приплыл к нам. Еще. Это будет тот же самый разводной мост или другой? Ну, насколько большой это мир? Это его конечная станция. Но он потом развернется через 10 секунд и... Ну, тогда мы просто идем на конечный и пусть он сам разворачивается через 10 секунд. Вот тут можно выйти, кстати. Пойдет, там что-то написано. Now hiring barkeeper. Можно работать здесь барменом и баркипером. Ты получаешь деньги за то, что люди заказывают у тебя еду и напитки. Осталось только подождать, чтобы люди сели на корабль и отправились в круиз вместе. Блин, выход с другой стороны. Станция такая-то, выход с правой платформы. Швартуйся. Я швартуюсь, как моряк, да? А! Ты че, видел это? Я видел, как ты плюхнулся. Эта штука, она сюда... Офигеть! Ну, так это... Ты не знал, что это так? Не знал. Их же две штуки спереди. Для чего, как ты думаешь? Ну, для двух выходов. Ну, вот. Справа, слева. Пуэрте-Дорадо! Пуэрте-Дорадо. До-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это я просто свою ложечку заспавнил. Я случайно... Свою ложечку бил. На алтаре. Ножом. Случайно. Ударил 27 раз. Ну, да. Просто... И стремениальный нож. Вот он у меня в руках. Это Крис называется. Нет, церемониальные волнистые ножи называются Крис. Ну, в общем-то, если случайно на алтаре убить Крисом свою лошадь, то появится вот такая вот лошадь. Случайно. Мне так нравится эта формулировка. Вон, Маша, на поезд сесть. На ходу. Лях. Обязательно сделаем это потом. Еще можешь, но поохотиться за Виндига, но это очень опасно. Ой, это мы сейчас вернулись к тому же мосту, на котором мы спрыгнули на корабль. За Виндиганами охотиться, по-моему, не с моим уровнем пушек. Конечно, не с моим. Да, поэтому... Но ты сможешь получить наград за то, что какая-то другая человеческая... Я смогу получить по щам от Виндигана, вот что я знаю. Да, ну не только по щам. Уи-и-и. Ты умеешь? Нет. Это очень хорошо. Потому что я почти еда. Так, ладно, тогда погоди. Я думаю, что такой краткой экскурсии нам на сегодня хватит, подкатываясь сюда, Виндиган. Думаю, вот на этом моменте хорошо бы остановить серию, но если что, говорите, мы сюда будем еще приходить. Тут интересно, тут есть много чем заняться. Пока что... Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. И всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok